Здравствуйте, уважаемые коллеги! На сегодняшнем занятии я хотела бы с вами поделиться опытом использования программы NetTest для компьютерного тестирования знаний в сети. Если вы задавались таким вопросом, как размещение тестов на своем сайте, то наверняка вы знаете, что все интернет-ресурсы, которые предложены в сети, добавляют помимо теста на ваш сайт блок рекламы. Если вы это не приемлете и хотите, чтобы ваш тест не содержал никакого рекламного контента, то предлагаю вам воспользоваться программой NetTest, которую разработал Константин Юрьевич Поляков. Зайдя на его сайт, вы можете найти комплекс NetTest, перейти по кнопке скачать. Здесь полностью прописана установка, но на самом сайте находится только демонстрационная версия. Полную версию Константин Юрьевич отправляет по электронной почте. То есть если вы напишите ему письмо, указав, что вы учитель, буквально в течение часа он перешлет вам полную версию. Сейчас я расскажу, как она выглядит и как создать тест. Итак, вам придет архив NetTest Pro. Вы в нее заходите, нажимаете тестер. Так как я уже создавала тест, у меня здесь есть несколько тестов. Вы нажимаете на кнопку новый тест. Можно указать время, но здесь сейчас не принципиально. Ага, уже существует пробная. Затем мы нажимаем добавить вопрос. Сюда вы пишете саму задачу, вопрос. Можем прикрепить рисунок, звук. Рисунок в формате только JPEG прикрепляется. А, вот BMP тоже можно, да? Но я только JPEG прикрепляла. Тип вопроса, как вы видите, вот разные соответствия, варианты ответов строка, число, все верные и только один верный. Исходя из опыта использования этой программы, данных типов вопросов вполне достаточно для организации тестирования. Затем мы с вами должны ваш тест сгенерировать в виде HTML файла. То есть вот нажимаем сюда, экспорт, выбираем, куда мы хотим с вами экспортировать папку, имя даем и нажимаем сохранить. Ну, так как я уже сегодня работала с этой программой, есть у меня два теста, которые я хочу добавить на свой сайт. Сейчас расскажу, как это делается. Итак, мы должны по протоколу и ФТП попасть в корневой каталог своего сайта. Я захожу. Так, вот корневой каталог моего сайта. Здесь у меня была создана папка тест. И сюда я размещаю все сгенерированные файлы. Итак, нахожу то, что сегодня уже делала. Первый это для 9 класса был тест. Обратите внимание, что идет файл и к нему папочка, так как содержатся различные там картинки в этой папке. Я скопировала и загружаю на свой сайт. Может быть, можно делать и по-другому, но вот мне удобно так, я уже к этому привыкла. Поэтому показываю, как делаю сама. Итак, мы загрузили файл в корневой каталог сайта. Ну, не обязательно в корневой каталог. Мы сгрузили файл на сайт. Теперь я копирую, открываю новую вкладку. И вот он подготовка к контрольной работе. А далее этот адрес я копирую. Захожу на свой сайт. Я работаю на платформе WordPress. Нахожу то, куда мне необходим этот сайт. Вернее, ссылку сделать. Проверь себя. Нажимаю редактировать. Итак, вот я сделала надпись. Вставляю ссылку. Окей. Обновляю и обновляю. То есть, таким образом, тест у меня появился на сайте. Могу посмотреть. То есть, смотрю свою запись. Вот примерная контрольная работа за 9 класс. И когда мы нажимаем, открывается контрольная работа. Использовать достаточно удобно. И легко. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, опыт работы по использованию программы NetTest вам пригодится в своей работе. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...